Хотя для многих следующая новость вряд ли станет сенсацией, но от этого ее значения меньше не становится. Ведь речь идет о незаконной лесозаготовке. В Нижнудинском районе задержана очередная банда черных лесорубов. Бизнесмены нарубили деревьев на 5 миллионов рублей. Почему такие случаи стали привычными и уже давно не режут слух, пытался разобраться Павел Желудев. Деляна, именно так в народе называют подобные места леса, здесь нет уже несколько лет. Деревья погибли под пилами черных лесорубов. Вообще по объемам незаконной лесозаготовки наш регион занимает первое место в стране. Так себе повод для гордости преодолеть, который пока не получается. Об еще одном гвозде в крышку деревянного гроба расскажет мой коллега Евгений Шоев. 90-е прошли, бригады остались. Только теперь нелегальный бизнес процветает в тени деревьев. Лес Нижнудинского района стал лакомым кусочком для жительницы города Алзамай. Женщина решила произвести рейдерский захват древесины и организовала шесть групп для вырубки деревьев. Все, что вы видите на этих кадрах, их рук дело. Когда до Делян добрались сотрудники правопорядка, счет незаконных рубок достиг 28 точек. Вот этот ровный, этот срез делали, а это вот так они лес валят. То есть получается вот пень, вот макушки. Ну это хороший, да, такой, диаметр большой, круглый. Ну нормальный, да, 48. Естественно, поваленный лес необходимо продать. С этим у черных лесорубов тоже проблем не возникало. В ходе обыска на железнодорожных тупиках и в пунктах отгрузки было обнаружено 2500 кубометров древесины. А еще радиостанции, бензопилы и, конечно, деньги, вырученные за время нелегального бизнеса. Всего к уголовной ответственности по данному делу привлекаются 28 человек. Шесть из них арестованы. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Главным следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье организаторы и участники сообщества черных лесорубов могут получить от 12 до 20 лет лишения свободы. И для ущерба, который превысил 5 миллионов рублей, это вполне достойная плата. Хотелось бы верить, что такое беззаконие царит где-то там, далеко. Но жизнь продолжает доказывать, что так не бывает. Деляна, на которой нахожусь я, уже два месяца является предметом споров и скандалов. И расположена всего в двух километрах от Иркутска. Еще в июле территория Плишкинского леса начала понемногу редеть. Связано это с будущим строительством здесь дачного кооператива. Вся последняя информация в материале Лады Рыбаковой. Разбитая дорога – все, что разделяет конфликтующие стороны. Ведь именно здесь пролегает одна граница будущего СНТ. А вот где будет расположена вторая, пока никто не знает. В связи с этим жители Плишкина обеспокоены, что могут и вовсе потерять свой лес. Три месяца борьбы привели к тому, что проблема вышла на федеральный уровень. Депутат Государственной Думы обратился к генеральному прокурору России. И выяснилось, что в этом деле и вправду не все чисто. Сегодня нам надо посмотреть, что уже передано в собственность граждан. Законным ли было решение о выделении участков под СНТ. В этом есть серьезные сомнения. И затем, если там есть добросовестные собственники, государство, муниципалитет должны будут в соответствии с земельным кодексом предусмотреть для них компенсацию. И может быть, создать зеленый пояс. Зеленый пояс как раз и призван защитить плишкинские деревья от любых посягательств. Проект также должен объединить все леса вокруг Иркутска в радиусе от 30 до 40 километров. И сделать эту территорию неприкосновенной. Такую инициативу уже поддержали в Министерстве природных ресурсов. Но когда все это станет реальностью, пока неизвестно. Но вечно гулять по лесу с завязанными глазами не намерены ответственные лица. Сейчас в регионе в тестовом режиме проходит чипирование леса. Именно эта программа должна сделать явными и открытыми все передвижения древесины по Иркутской области. Но так ли это на самом деле большой вопрос. Идентификационные карты заготовителям леса начали выдавать месяц назад. Теперь каждая партия древесины отделяны до места отгрузки, проходит под единым номером, занесенным в реестр. На данный момент в Иркутской области выдано уже больше 62 тысяч таких карточек. До конца года планируется реализовать еще 400 тысяч. И если заготовители этим нововведениям удалось, если не взять под контроль, то хотя бы обозначить, с пунктами приема и отгрузки все сложнее. Далеко не все хотят вставать на учет, как того требует областной закон. В таком случае приходится привлекать закон и штрафовать. За год сумма взысканий составила 4,5 миллиона рублей. Но что удивительно, несмотря на все нововведения, статистика нелегальной лесозаготовки на спад не идет. Только за этот год в регионе выявлено уже больше 1800 незаконных рубок. Вот и получается, что пока имеем то, что имеем. Деревья рубят, люди кричат, но проблема с мертвой точки так и не сдвигается. Лично я, покидая очередной лес или очередную деляну, каждый раз думаю о том, что в следующий визит могу здесь не увидеть ничего. Впрочем, жить в тундре не так уж и плохо. Наверное. Павел Жолодев, Виталий Перетолчин. Новости по будням.